Всем привет! Это 12-е видео по проекту Почта. И мы остановились на том, что мы добавили сохранение данных в файл. И у нас сейчас есть две проблемы. Во-первых, MessageBox у нас занимается сохранением и считыванием данных. Это означает, что если мы добавим сюда базу данных, то у нас будет очень много изменений кода в объекте, который по идее просто хранит данные, ну какие-то бизнес-логику. Это первая проблема. Вторая проблема, если мы добавим, например, не только сообщения, но и посылки, то у нас еще в посылках окажется такой же код, потом еще в бандеролях, в телеграммах и так далее. И в общем-то, опять же, здесь нет ничего хорошего, потому что у нас будет размазан ровным слоем весь код по приложению. Это второй пункт. И третий пункт. На самом деле мы здесь вызываем метод Save. Во многих местах таких очень интересных. И на самом деле, если, допустим, мы будем работать в базе данных, то вряд ли мы захотим при добавлении нового элемента всю базу данных выгружать и загружать снова. Правда? И про удаление. У нас, скорее всего, у вас базы данных будет добавление одного, ну, одного, так сказать, одной сущности, удаление одной сущности и так далее. То есть здесь я вижу уже целых три потенциальных проблемы. Не говоря уж о том, что у нас, на самом деле, разделитель тут в константы не вынесен. Собственно, тоже здесь можно писать в один файл, читать из другого. Ну ладно. Давайте теперь подумаем, что мы можем сделать. Во-первых, мы можем создать объект, который будет отвечать за запись в файл. FileDataStorage. Пусть это будет FileDataStorage. И мы туда потихонечку перенесем вот эти вот наши методы. Тут мы можем уже... Мы можем сказать, что, в принципе, для... Во-первых, для метода Save нам нужен теперь список сообщений. Да, у нас нет больше к нему доступа. Во-вторых, у нас нет Log. Log. Нам неплохо было бы добавить сюда Log. Только не MessageBox здесь, а FileDataStorage. Ох, мне надо переименовать. Потому что здесь у меня большая буква написана. И у меня вообще, я говоря, кстати, файловая система чувствительна к регистру. И теперь давайте подумаем. У нас, в принципе, есть еще такой параметр интересный, как имя файлов, который мы сохраняем. Давайте мы сделаем его свойством нашего класса. Тогда мы сможем регулировать название, в которое мы записываем наши данные. Ну и, собственно... И здесь тоже FileName. Во-вторых, у нас напрашивается вот это вот в константу, да? То есть это что-то, что у нас используется постоянно и не меняется. Давайте вот сделаем Extract Constant. Напишу RepreplaceAllAccurances. И давайте Separator. Нет, это Delimiter, на самом деле. Все. Мы видим, что у нас везде заменилась табуляция на Delimiter. И мы можем, на самом деле, таким образом, можем, в принципе, в одном месте поменять, какой у нас Delimiter, и все у нас будет хорошо. Так, давайте теперь подумаем. У нас есть файл Data Storage. И как теперь MessageBox с этим будет работать? На самом деле, большой вопрос. А почему, опять же, MessageBox должен решать, когда он должен сохранять и куда элементы, да? Что тут у меня автоматически импортировался метод? Идея слишком умная. На самом деле, вот у меня тут... Что ж такое-то? Не хочу я такую... Ну, ладно. Не хочу я, чтобы он импортировал мне что-то, но он меня автоматически импортирует. Видите, что у нас тут натыкан на методов Save. На самом деле, MessageBox не должен по-хорошему-то думать, когда вызывать метод Save, да? Опять же, повторюсь, когда мы добавляем элемент, то вполне вероятно, что, работая с базой данных, мы захотим добавить новый элемент. Работая с файлами, мы захотим перезагрузить все... ну, переписать весь файл, да? То есть, это зависит на самом деле... На самом деле, это зависит во многом от характера хранилища и от стратегии, которую мы выбрали при работе с нашим приложением. То есть, у нас кто-то другой за это отвечает. Правильно? С другой стороны, файл Data Storage у нас тоже за это не отвечает, потому что вот он, честно, сам пишет какие-то свои данные и все. Вот это его ответственность. И вот здесь вот самое время создать некий, ну, не интерфейс, но не в смысле Java, в смысле некий класс, через который мы будем работать с нашим уровнем логики, вот этой бизнес-логики. То есть, вот наши команды, они на самом деле не должны вообще задумываться над тем, как мы сохраняем что-то, да? То есть, вот у нас Edit напрямую сохраняет все в MessageBox, но на самом деле, если мы захотим иметь MessageBox здесь, да, а потом мы добавим еще посылки, да, и у нас будет посылочный бокс, и, ну, это будет достаточно трудно, потому что в MessageBox мы уже ничего не сможем сохранить, нам нужно будет добавить еще посылочный бокс сюда, еще какой-нибудь бокс, как аргументы, и уже разбираться, что мы хотим и куда добавить. Правильно? Вот. Так как вот UserCommand у нас принимает только MessageBox, понятное дело, что добавить посылку у нас будет точно таким же образом, так сказать, ну, точно таким же образом должен будет передаваться в команду. Либо нам нужно будет ее параметризовать, либо нам нужно будет, ну, добавлять еще сюда параметры, типа хранилища посылок и прочего, и прочего. Я думаю, что, в принципе, если вам непонятно, вы можете задать мне этот вопрос, я вам объясню чуть подробнее, потому что, с одной стороны, я бы хотела показать, наверное, с другой стороны, это разрастется в большое и нудное дописывание вот дублирующей функциональности для посылок. Я думаю, что это никому особенно не нужно. Так. Давайте тогда создадим некий интерфейс, грубо говоря, через который будут работать все, кто относится... Так, сейчас я еще раз таскейт нажму. Все, кто относится к взаимодействию с пользователем, будет работать через некий интерфейс в бизнес-логике. На самом деле сейчас в пользовательский бот у нас работает... Ну, вот стрелочка у нас на самом деле относится вот сюда, в MessageBox напрямую. А мы хотим вот эту вот бизнес-логику создать, объект, который будет всю эту бизнес-логику скрывать и предоставлять просто один интер... Ну, какие-то методы для работы с ней. Давайте подумаем, как назвать этот объект. Ну, бизнес-логика — это не самое лучшее, конечно, название. Как бы так... Угу. Ну... Ладно, давайте назовем его... Так и назовем. Пост-бизнес-логик. Хотя бы будет понятно, да? И это бизнес... Здесь у нас будет уже храниться что-нибудь... Ну, например... Например, у нас будет здесь храниться, во-первых, MessageBox, да? Который у нас создается сейчас в мейне. И, во-вторых, здесь будет храниться у нас файл DataStorage. Давайте теперь попробуем... Попробуем завязать каким-то образом вот эту логику, так, чтобы было вам понятно. Во-первых, вот этот пост-бизнес-логик, пост-бизнес-логик должен иметь методы. Они на самом деле простые, то есть они, в принципе, в принципе, в каком-то смысле похожи на методы MessageBox, да? То есть вот, например, у нас будет Add. И здесь мы будем вызывать MessageBox в категории Сандер адрес ресивер. И вот здесь я буду вызывать Storage Save. MessageBox List. То есть понятно, да, что произошло. Я просто вот таким вот образом вытащила это вверх. И здесь, соответственно, метод Save больше не нужен. Где у нас еще встречается метод Save? Например, вот здесь. Я добавлю такой же метод. и ну и сохраню все текущие, так сказать, ну, все текущие. И верну Return Delete. Также SendToMainOffice точно так же как это. Здесь я сейты беру. SendToMainOffice. Такое плохое название это не лонг сэта сэнд. Ну, отправленные сообщения, да, и здесь, соответственно, сэйф мне больше не нужен. Так. Где у нас еще сэйф? Ага. А здесь Update. Так. Я сделаю так. Теперь я сохраню опять. То есть видим, да, что теперь у нас явно ответственный, ну, процесс сохранения регулируется уже вот этом пост-бизнес-лойджер. Во-первых, мы избавились от метода сэйф, а во-вторых, он же у нас будет создавать месседж в бокс. То есть у нас будет пустой конструктор. Во-первых, мы будем создавать сторож, который будет говорить, что у нас данные лежат в месседж с точкой текст. Правильно? Ведь они же у нас там сейчас лежат. И теперь будет сторож будет считывать все сообщения. и теперь у нас смотрите в чем дело. У нас нет конструктора, который бы нам позволил спокойненько создать так сказать сообщение, месседж в котором уже лежат сообщения. Правда? Давайте добавим его. И тут уже вот что. Тут, во-первых, интересно. Во-первых, я предлагаю всю вот эту логику перенести сюда и использовать здесь этот конструктор как более общий. И во-вторых, вот здесь наступает очень интересный момент, потому что у нас теперь на самом деле идентификаторы считываются на основе ну с учетом того, что у нас есть какие-то считанные письма. То есть это вообще запрос, интересный запрос на то, чтобы поменять несколько архитектуру и я пожалуй пожалуй я в следующем видео запишу вам каким образом мы это можем сделать. интересно как и вот здесь мы просто сохраним месседж. Ну и по умолчанию 100 допустим элементов. Что у нас тут говорят, что у нас месседж бог ну это правда я ошиблась. Вот то есть мы здесь читали данные да и все у нас получилось что мы вроде все все сделали теперь давайте отправимся в метод main и помним что теперь мы не создаем отдельно месседж бокс вместо этого мы делаем вот так но что нам делать с execute то есть у нас здесь больше нет месседж бокса но команды наши уже больше не должны с ним работать они должны работать именно с этим классом то есть давайте сходим сюда и здесь мы просто хотим вот это сделать во-первых у нас не хватает метода search то есть это некий интерфейс через который мы работаем и так как у нас сейчас только сообщение есть только письма то у нас здесь такой однообразный код то есть мы понимаем что если у нас будет здесь еще посылки то мы соответственно здесь будем опять же иметь поле с посылками и собственно его записывать из него тоже считывать что-то в него что-то записывать и так далее так и последнее у нас здесь здесь я воспользуюсь вот таким интересным моментом во-первых я здесь вот так делаю так здесь заменили здесь видите у нас на самом деле нам даже ничего почти менять не надо ну собственно ничего и не надо менять у нас все автоматически изменилось единственное здесь не хватает еще метода лист здесь все есть здесь все есть здесь все есть давайте запустим и проверим что у нас все действительно работает нет что-то у нас не работает что у нас не работает а потому что мы здесь забыли поставить вис правда мы просто перезаписали локально-переменную а тут попытались ну не локально-переменную а параметр а здесь попытались уже добавить в null add all сделать давайте посмотрим что у нас здесь у нас есть что-то add игорь настя street 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 и special давайте посмотрим что у нас 0123 ну давайте запустим еще раз и проверим что у нас все работает да мы видим 0123 давайте сходим message txt ну и мы собственно видим что у нас в общем-то все записалось все как надо то есть в принципе у нас наш рефакторинг на самом деле это рефакторинг прошел успешно и у нас и у нас теперь появился пост бизнес бизнес лоджик ну собственно название не очень хорошее но по крайней мере вы будете понимать что за этим стоит вот на следующем видео мы пожалуй разберемся вот с тем что у нас сейчас здесь next index равен 0 извиняюсь с тем что у нас next index вроде как статический то есть он не относится к экземпляру класса message box а с другой стороны он обновляется на основе созданного хотя кстати я вам скажу ничего плохого в этом нет так что я наверное не буду ничего с этим делать почему давайте представим себе что мы создали два message box тогда мы все равно у нас ну не параллельно ну как бы не параллельно работа да соответственно мы инициализируем скорее всего первый потом второй ну и в первом мы посчитаем максимум по сравнению с тем что было и во втором мы собственно тоже посчитаем максимум и если у нас в общем то все то ну как бы если у нас один за ним инициализируется потом второй инициализируется то все равно next index будет наибольшей и мы не будем работать с message box все равно таким образом что ну что сначала например один инициализируем потом добавим туда что-то потом другое инициализируем нет мы сразу все инициализируем поэтому в принципе ничего в этом плохого нет вот на этом я заканчиваю и в следующий пожалуй в следующий раз я тогда поговорю не о том как пересчитать next index может быть я поговорю о том как это сделать чуть более красиво в каком-то из последних видео но в следующий раз я думаю что мы поговорим наверное уже о том как правильно работать вот этими строками потому что они разбросаны сейчас по всему проложению но мы же можем на самом деле их хранить в специальной папочке вот ну собственно на этом до свидания надеюсь что вам понравилось это видео и до следующего видео вот